Друзья, всем привет! Предлагаю вам сделать вот такой рыцарский замок в технике киригами. Я буду делать из старого ватмана, но лучше использовать картон, если у вас есть плотный хороший картон. Обычно в схемах, которые вы найдете в интернете, их очень много, там обозначается все линиями. Темными линиями обозначаются места, которые нужно прорезать. Синими и красными те, которые нужно согнуть. Вот я беру маникюрные ножнички, мне ими удобнее, но можно и под линейкой вот так канцелярским ножом, как я показала. Вот все вот эти темные линии, они вырезаются вот таким образом. Теперь я покажу, вот смотрите, красные линии, если обозначение такое в схеме. Они сгибаются наружу, а синие внутрь. Хорошенько продавливая вот эти места по схеме, мы получаем объемный рисунок. Вот таким образом хорошенько проминаем. Из-за того, что у меня тонкий ватман, я еще дополнительно усиливаю это все. Можно бумажным скотчем, а лучше взять клей ПВА и бумагой. Это все еще дополнительно обклеить, чтобы вот эта вот часть замка была плотная. Здесь я склеила кусочек. Вот что получается в итоге. Теперь я хочу еще заклеить окошки. Пищевой обычный контейнер, вырезаю из него кусочки и подклеиваю суперклеем. У меня вот такой вот 88-й. Его важно использовать загустевшим. То есть вы куда-то налили немножечко и подождали, пока он начнет вот прям тянуться. Чтобы он был густенький и он так быстрее схватывается. Вот так вот промазываете внутри и приклеиваете пластиковые окошки. Можно в принципе и использовать файл для этого. Теперь я беру обычный лоток для яиц. И вот такими маленькими кусочками нарываю произвольными неровными кусочками. Жду, пока мой клей загустеет. И вот так вот в хаотичном порядке. Не супер плотно друг к другу, но достаточно плотно. Приклеиваю вот эти вот кусочки. Имитируя как бы каменную кладку. Такой клей очень много где продается. И в маленьких магазинчиках, и в канцелярии, и в строительных магазинах, и в хозяйственных. Ну, простой суперклей. У него разные там модификации. Может по-разному называться. Я привыкла покупать 88-й. Он дешевый. И мне в принципе нравится. Он все держит крепко. И быстро схватывается. Вот таким вот образом мы обклеиваем полностью весь наш замок. Вот что получается в итоге. Теперь я беру картон и наклеиваю наш замок на картон. Вот тут я пропустила момент. Лучше этот картон или обклеить блестящей бумагой, или покрасить чем-то. Но я это сделать, к сожалению, забыла. И вот такой кусочек я наклеиваю тоже вниз. Кусочек картона. Можно сделать отверстие для лампы или для гирлянды, если вы хотите, чтобы ваш замок светился. Вот что получается. Теперь еще я взяла зубочистки и кусочки гофрокартона вырезала тоненькие, чтобы сделать вот такую вот решетку. Сейчас все это приклею клеем-пистолетом, но можно в принципе и суперклей подсохший использовать. Вот что получается. Теперь беру обычную акриловую краску, самую дешевую. Тоже продается в разных канцелярских магазинах, художественных магазинах, каких-то магазинчиках с мелочевкой. Я выбрала вот такой вот темно-серый цвет. Чтобы хорошо выделить фактуру замка, вот эту вот каменную кладку, важно использовать вниз более темный оттенок. Пусть вас это не пугает, замок темным не будет. Вот так мы все покрыли, просушили, можно феном немножко ускорить процесс. Теперь я беру вот такой вот синий цвет и полусухой кистью прохожусь в хаотичном порядке, вот так вот немножечко выделяя фактуру. Промакивайте кисть, чтобы она была такой еле-еле сухой. Таким образом, особо не стараясь, просто немножечко добавить объема. Можно выделить выделяющиеся выступающие части чуть сильнее. И вот эту вот часть, которая сзади, я закрашу темно-синим. Опять же, повторяю, можно было это сделать на этапе наклеивания картона сзади. Можно вообще, в принципе, наклеить цветную или блестящую бумагу, чтобы она отражала свет. Тоже будет очень красиво. Но я немножко забыла, поэтому сейчас это делаю. Теперь берем белую краску. Также кисть немножко промакиваем, чтобы она была полусухой. И вот так вот хаотично, немножечко касаясь выступающих частей, просто не бойтесь. Как бы, у вас ошибиться сложно. Главное кисть промакивать. Вот таким образом, хаотично, мы закрашиваем полусухой кистью весь-весь-весь замок. И у нас вот проступает такая интересная фактура камня. Теперь можно набрать больше краски на кисть и вокруг окошек вот так вот хорошенько пройтись. Выделить их зрительно, как будто изморазь. Выделяем все окошки и можно еще на выступающие части замка тоже нанести чуть больше краски. Музыка. 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 На задней части я делаю немножко такую имитацию звездок. Как будто это ночное небо. Теперь беру клей ПВА. Самый обычный, самый дешевый, который у вас есть. Немножко вот так смазываю. Там, где я хочу добавить блеска. У меня есть вот такие звездочки, есть глиттер. Если у вас ничего этого нет, то можно вот просто вот так дождик мишуру, правильно назвать мишура, можно вот так вот ее немножечко состричь и она тоже очень красиво блестит. Промазываете клеем те места, где вы хотите добавить блеска и наклеиваем вату, имитируя снег. Внутри можно поместить гирлянду или вот такую вот светящуюся игрушку на батарейках, которая продается в маленьких магазинчиках с мелочевкой. И получится вот такой вот рыцарский замок-светильник. Думаю, мальчишкам очень даже понравится такая штука. Продолжение следует...